В некотором роде это просто прикол, а может быть совпадение, хотя не думаю. Значит, президент Украины посетил сегодня Сумы, провел там заседание Ставки и, соответственно, наградил наших военнослужащих, которые воюют на Курском направлении, отстреливают там российских захватчиков. И, в принципе, если бы у нас там тоже не было бы потери, было бы все идеально. Но вопрос в чем? Что Зеленский приехал в Сумы, по этому поводу там на болотах вой они все дружно кричат, почему мы не забросали Зеленского и Скандерами. Тут надо отдать должное, что сомнений в том, что глава украинского государства там было, нет, потому что есть видеосвидетельства. Но я не об этом, а о совпадении, точнее, не думаю. Как только украинский президент приехал в этот прекрасный город, то из Курского направления, внимание, что сделал? Сдрыснул Аптиаронович Алаудинов. И сдрыснул он не просто куда-то, а прям непосредственно в Москву. Обещает вернуться, но это не точно. Апти теперь в Москве. Вообще интересно у них там получается. Это какое-то проклятие Суджи. Мэр это населенного пункта сейчас находится в Израиле. Ну да, там постреливают. Я понимаю, что человек со стержнем. Молодец, он знает, что Суджи это Украина и Кубань. И вот Апти тоже. Сначала он был удивлен по поводу поступка мэра Суджи, а теперь сам сдрыснул. Друзья, всем добрый вечер. Сейчас уже вечер. Вот приехал в Москву на совещание. Для тех, кто скучает, думает, куда же я делся. Вот нахожусь в Москве. Это говорит о том, что я нормальный пацан. Такие дела. Так, друзья, всех обнимаю. Апти-молодец. Некоторые его называют Апти-Аладдин, но мне кажется, это несправедливо. Человек, который с таким каменным лицом рассказывает о том, что он в Курской области разменулся с украинскими ордами, он отбрешется от чего угодно. Ну, теперь он в Москве. В принципе, это нормально. Потому что кадыровцы, они подмяли это некогда российский город и творят там все, что они хотят. А этнические русские, ну, те, кто не умерли, как они говорят, на СВО, платят дань. И все прекрасно знают, что чеченцев или кадыровцев, русские боятся, да, собственно, все. Чего еще они боятся? Вообще, знаете, казалось бы, разрушили, захватили угледар, оккупировали. У нас принята формулировка временно оккупировали. Посмотрим, как оно будет дальше. Потому что, гляди, гляди, суджинский плацдарм расширится в направлении Москвы. Но я хочу сказать, что, кажется, там кое-кто в Москве, в этой Москве, по которой ходит лапти Аладдина, что-то начали подозревать. Потому что в ряде населенных пунктов Российской Федерации прошли учения, в ходе которых отрабатывали ликвидацию последствий воздушного ядерного удара по объектам инфраструктуры. И это интересно. Ну, то есть, кто-то понял, что если ты размахиваешь ядерной дубиной и всем угрожаешь, то может получиться так, что прилетит тебе непосредственно в твой бункер. Так вот, соответствующие тренировки они прошли в Снежинске, Анапе, Бузулуке, Ульяновске и в населенном пункте Когальма. Вот, честно вам хочу сказать, со всей ответственностью, у меня есть информация из главного штаба НАТО. Город Когальма бомбить ядерными боеприпасами не будут. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, я все-таки отслеживаю, что радости в части того, что они захватили Углидар, нет. Масса стонов по поводу потери и, да, сами россияне называют, что они потеряли там десятки тысяч российских солдат. Мы тут сильно гордиться этим не будем, потому что мы тоже потеряли много наших военнослужащих в этом городе, и война продолжается. Но вот, внимание, я вот не чувствую вообще вот этого тренда, что они идут вперед, только пьяный Гурлёв рассказывает там про рассекающие удары вместе с чокнутым целовьем один до Днепра, рассекает другой до Атлантического океана. И все немножечко посмеиваются. А те, у кого хотя бы чуть-чуть есть ума, понимают, что итог войны еще не определён, и, может быть, немножечко теперь по-другому. Теперь те, кто хоть чуть-чуть наделён интеллектом, моделируют ситуацию, что может начать прилетать да, в Москву. Именно так. Когда Зеленский говорил о том, что мы готовы к переговорам, формула мира, это было враньё. Мы понимаем, что нас вводили в заблуждение. Он тогда, находясь в эйфории о своих будущих планах, тогда как раз и готовилась курская авантюра. Сейчас мы понимаем, она не только Зеленского. Это чистейшей воды. Западная провокация была рассчитана, как вы сегодня сказали, на наши внутренние противоречия, которые, возможно, этот рейд сможет колыхнуть. Они получили только обратный эффект, ещё большую консолидацию общества. Российское общество, оно отсутствует. Там есть население, которое находится в набиозе. Но тут мы опять слышим вот этот вот путинский крутой приём. Нас вводили за внос. Зеленский хотел переговоров, а потом началась курская операция. Это только цветочки, я так себе понимаю. Потому что на болотах некоторые особо нервные, почему-то вместо того, чтобы радоваться оккупации украинского угледара и предварительного его уничтожения, задают странные вопросы. А знаете, как звучат эти странные вопросы? А суджу мы будем освобождать, тире разрушать? Тут сразу хочется сказать, что мэр суджи молодец. Он свалил оттуда, понимая, к чему это всё идёт и как они её в случае чего будут освобождать. Фабами, ну и, возможно, какими-то бомбами побольше. Но всё-таки российский регион. Так вот, тут же вопрос в чём? Что якобы украинская военщина обстреляла Курскую АЭС и доблестная российская ПВО всё сбила? Так вот, что там эти п***ные режимы транслируют? Не транслируют, что мы якобы туда запустили несколько кассет Хаймарсов и французские скальпы. И всё они вроде как сбили, но они не радуются. Почему? Потому что всё это, по мнению российских зет-патриотов, свидетельствуют о наплевательском отношении к речам в Кремле, предупреждениям о красных линиях и новых военных доктринах. То есть, звоночек там такой, что нас будут бомбить. И об этом не только Клинцевич, сын российского сенатора, тире ФСБшно-КГБшника говорит. Там масса таких мыслей, что Угледар это, конечно, здорово, особенно в части потерь российской армии. Но война, она же может теперь пойти вот по такому принципу. И почему-то там все ждут, когда будет новое заседание Рамштайна. А оно будет на следующей неделе, получается, какого-то 12-го, если я не ошибаюсь, октября. Плюс-минус. Приедут туда главы государств, Джозеф Байден. Значит, наш глава МИД вообще какие-то интересные такие вещи выдает в данном случае, что он в преддверии этого заседания поговорил с Антонием Блинкиным, и они чувствуют, что будут дальнейшие шаги, цитирую, которые приведут к историческим решениям и приблизят Украину к победе. Что же это может быть? Ну, если верить российским пропагандистам скальпы, по Кручатову мы уже запустили, а значит, все красные линии Рашки опять перечеркнуты, точнее, не так. Красные линии есть. Тут просто вопрос, кто их рисует. Мне кажется, это делает не администрация президента РФ и не его вставая армия. А Запад, а Украина, внимание, это Запад. Откуда вот эти настроения по поводу того, что будут бомбить Москву? Мы можем, конечно, порекомендовать тем, кому страшно переехать жить в Углидар. Вы же говорите об освобождении города. Вы говорите о том, что это якобы Россия. Но что-то у меня такое ощущение, что если станет вопрос, куда бежать на российский ***, то с большой вероятностью они все-таки переедут в город Когельма, который будет вне ядерной войны. А потом там возникнет столица на этом постсоветском пространстве. Потому что он действительно просит то, что вообще невозможно сделать. Во-первых, Харюта, он сегодня просил две вещи. Сбивать наши беспилотники или крылатые ракеты в воздушном пространстве Украины технически невозможно. Это нужно действительно вводить самолеты, чтобы они брали какие-то квадраты на дежурство. Как они осуществляют условно воздушное патрулирование НАТО на странах при Бауцки и при Бауцки своих самолетов нет? У нас свои самолеты есть, но тут как говорится сначала было слово. Оказывается возможно было бы политическое желание и решение сбивать российские ракеты в воздушном небе Украины. И да, я тоже слышал и читал это заявление очередное представителя Пентагона о том, что они этого делать не будут, потому что это начало войны с Рашей и всякое такое. Но блин, по Курчатову можно западными ракетами, в том числе американскими и французскими, а в Украине все это делать нельзя. Ну то есть я к тому, что это не вопрос как это страхов Российской Федерации. Ну такая политика Белого Дома и в этой политике при всех отвратительных качествах есть одно важное позитивное явление, что эта политика она гибкая, она меняющаяся. Если сегодня это невозможно, ну как говорит сынок Франца Клинцевича, в будущем это вполне возможно. Но боятся они внимания не этого. Дайте разрешение бить дальнобойными ракетами. Ну понятно, НАТО такие решения не принимает, это будут обсуждать, как сегодня уже говорили, на мирном саммите, как они это называют, а это будет очередной Рамштайн. И скорее всего мы понимаем, что Зеленский будет проводить провокационные действия до этого саммита, возможно, нас провоцируя. Мы видим, сегодня беспилотник упал рядом с Курскатом на электростанции. Форум говорит о том, что ну мало того, что Зеленский будет создавать 4 миллиона дронов. Почему мы не нанесли удар по этому форуму? Точка же известна. Почему Зеленский не... это вопрос, наверное, который мы всегда здесь задаем. Зеленский будет провоцировать. Ну Владимир Модозвон опять показывает свой вялый, типа почему мы не уничтожили, почему мы не уничтожили Зеленского, почему мы не уничтожили форму оборонных индустрий, в Киеве, но все они хотят уничтожить. Почему? Да, ответ он простой. Потому что да, оккупанты они просто не могут это сделать. Хотят, но не могут. И все. И других тут объяснений нет. Но видите, он тут и про Курс вспомнил. да, беспилотник или опять же это же Зедгниды пишут про Скальпы и соответственно Хаймарсы, которые прилетели в Курчатов. Точнее я придумал. Я же не знаю, что туда было запущено и вообще было запущено. Вопрос реакции Москвы. А реакция такая же, как у Владимира Модозвона. То есть Шукин надувает, грозит всем. но смотришь на него и понимаешь, что человек просто мадыковатого вида. А вот теперь внимание информация, которая нам будет приятно, а им не очень, потому что есть люди в Москве, которые верят не так, верят в украинский ВПК и убеждены, что Москву мы будем бомбить. Да, летаки летят. По логике вещей это то, что полетит потом в нашу сторону. И национализация изделий, которые там идут, потому что Switchblade будет выпускаться под украинскими великолами, больше всего конечно пугает это ракета средней дальности, которую сейчас озвучивает Зеленский. Судя по тем эскизам или картинкам, которые показывают, это достаточно мощное изделие, причем в большинстве своем сделано на инженерной и конструкторской базе Украины. Я все-таки напомню, что это была мощнейшая военно-промышленная база там оставлена Советским Союзом, Южмаш, то есть бери стратегическую межконтинентальную ракету, уменьшая в размерах, полетит на 3-5 тысяч. Не хочу никого обидеть, но это как раз. На 3-5 тысяч километров. Если на 3-5 тысяч километров, то у меня плохая новость для жителей населенного пункта Кагалим. Кагалим. Кагалима. Кагалима. Какое отвратительное название. Чувствуется просто именно стопроцентно славянское. Русским духом там очевидно не пахнет. Так вот, если на 5 тысяч, то кирды к котенку. Если на 3, кирды к Казани. И Санкт-Петербургу. А Москва Москва must have. Только так. Бомбить. Разве такого рода предприятия существует тактическое ядерное оружие. Вместо того, что миллион раз бомбить чем-то мелким, один удар тактическим ядерным оружием и проблемы из машин не существует. Да, цеха мощные, большие, с подземными бункерами. Все это создавалось под бомбежки. Все очень серьезно. И, судя по тем эскизам, которые мы видим, две ракеты с дальностью выше 2-3 тысячи километров. Но самое опасное, что там достаточно мощная боевая часть от 500 килограмм до тонны может быть. И сейчас в условиях достаточно эффективности такого рода вооружения, потому что беспилотники, которые прилетают 10, 20, 50 килограмм взрывчатки, не имеющие какой-то головной части, мощные, пробивающие. Сынок, сенатор, смотрите, на вялое махание модозвона вообще не реагирует. Мы как бахнем ядерной бомбой. Ну, так можешь, так бахни. А если не можешь, тогда не трынди. Ну, потому что ты выглядишь трындом. А Соловьев, он вроде бы как хочет заменить Владимира Путина, такой вот агрессивный, весь польется, а похож он на этого, ну, на полшестого. Ядерная дубина повисла и не встает. Но тут что мы слышим? Бомбы с боевой частью по тысяче килограмм. А для них это как серпом п***. Они же все Хасана Насралу вспоминают, на которого кинули тоже тонные бомбы. И ему наступил кирдык. То есть его уничтожили израильтяне. А тут такая вот картина. То есть моделируют бомбежки Москвы, честно говоря, я как гражданин Украины считаю, что для нас это вообще какой-то позор, что у нас этих ракет нет. При всех этих заделах, потенциале всякое такое. Но если там верят, что к ним прилетит, то может быть так оно и будет. Действительно президент Украины уже неоднократно в последнее время говорит о том, что у нас тут с ракетами есть некоторые подвижки. Я лично поверю, когда прилетит на улицу правды. Я подскажу, буду наводчиком, подскажу четкие координаты, где снимается вот эта вот г**ня. Одну или две ракеты он мог сделать, и не исключено, что показательно будет ее применять для того, чтобы нас спровоцировать. Ведь провокации, которые сейчас озвучиваются, тот же Бен Ходжес, я напомню, командующий вооруженными силами НАТО в Европе или США, он начинал с того, что Россия слаба, мы ее скоро разделим на отдельные сегменты, тут остается только вопрос, как ядерное оружие будем делить. Сейчас он тут решил снова выступить, опять же видно по заказу Зеленского, он говорит, русские будут массово убивать европейцев. То есть он уже говорит о том, что как только падет Украина, дальше будет уже вся ситуация связана с Европой. То есть задача, конечно, втащить европейские армии, втащить НАТО в этот конфликт. Не знаю, Мудозвон нам уже два с половиной года рассказывает о том, что они воюют с НАТО. Ну, не весело там, совсем не весело. НАТО расширяется, угледарни, мил, и будут провокации. Причем провокации, ну, ракетные удары по России. Не знаю. Ну, раз этот товарищ говорит, что это украинские ракеты, то какие претензии к Соединенным Штатам. Это у них такая публичная позиция, что нет, 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 мы против. А если что-то прилетит, тогда это наше. И они называют это провокацией. Когда они бомбят украинские города, почему-то называют это освобождение. И в некотором роде это так и есть. Освобождение городов от людей, от цивилизации, от здравого смысла и насаждение нищеты и бесправия. То есть русского мира. Другого русского мира не бывает. Там везде вот такое. Ситуация на самом деле достаточно серьезная. И, как сказала, вы сегодня ссылались на него, американская, значит, институт войны. Говорит, мы все просчитали. Рисков никаких эскалаций нет. Бьем в глубину России. Не будет никаких ответных ударов. Ничего не будет. Они что намекают на вялый не только у Соловьева, но и у Путина. Пока похоже на то. Тут нужно внимательно смотреть за Аптия Руновичем Алаудиновым. У Аптия Аладдина. Он же не просто так перемещается по России. Он сейчас в Москве, когда из Москвы дальше куда-то поедет, не в сторону украинской армии, а в противоположном направлении. Это значит все одевайте лапки и хавайтесь. Это значит полетит. Наши ракеты на Москву. А пока мы ждем этого важного момента, подписывайтесь на мой YouTube-канал российским оккупантам могила Украина была, есть и будет. Лапти знают. До побачения.